Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Медведь – это умный и всеядный царь леса. А если кто-то возразит, то это еще можно поспорить, кто сильнее, например, амурский тигр или наш бурый властитель тайги. Цвета у мишек тоже бывают разные – черные, белые, бурые и черно-белые. Кстати, панда – это тоже медведь. Ну а сегодня у нас в гостях белый, но совсем не полярный призрак канадских лесов. Встречайте медведя Кермода или керматского медведя под вид американского черного медведя Барибала. О нем у нас уже есть ролик. Назван Белый Барибал в честь зоолога Фрэнсиса Кермода, который впервые натолкнулся на белых мишек очень далеко от полярного круга. Кстати, призраком я назвала этого медведя не просто так. Местное название у индийцев как раз медведь-призрак. Вообще, барибалы – это черные, не очень крупные медведи, обитающие в Северной Америке. Причем, они вполне добродушны и питаются растительной пищей, иногда ловят рыбу. Откуда же появился Белый Барибал-призрак? Много-много тысяч лет назад у американских черных мишек появилась мутация, преображающая угольно-черные меха в янтарно-белые шкуры. Отсутствие черной пигментации шерсти объясняется рецессивной мутацией гена. Но причина появления такой трансформации великим умам до сих пор не ясна. Есть лишь догадки. Однако мутация эта вполне себе прижилась, и на сегодняшний день примерно 10% барибалов обзавелись светлыми одеждами. И вовсе не зря барибалы начали переодеваться в белые. Такой цвет помогает им лучше охотиться за их главными вкусняшками – лососем. Рыбе намного тяжелее различить белый силуэт на фоне неба, поэтому результативность рыбалки обесцвеченных медведей заметно выше. Кстати, а вы знали, что медведи очень избирательны в поедании рыбы? Они выедают лишь брюшко, а прочие части тела рыбы их не интересуют. Обитает медведь Кермаде в лесах Британской Колумбии. Это провинция на западе Канады и на островах Гриббилл и Принцесс-Ройл, там же на западе. Всевдобелые мешутки практически не отличаются от своих более темных собратьев, разве что более узкие стопы позволяют лучше карабкаться по деревьям. Остальное всё то же самое. Взрослый самец достигает в длину до 2 метров. Самый крупный барибал был застренен в Висконсине в 1885 году. Он весил 363 килограмма. Самочки немного мельче — до 1 метра 60 сантиметров. Как я уже сказала, ни чёрные, ни белые медведи, ни разу не охотники. Рацион канадских косолапых включает в себя многочисленные дары природы — зелёная трава и осока, ягодки и орешки, мышки и муравьиные гнёзда. Большое значение в рационе играет лосось — это главная вкусняшка этих, по сути, почти веганов. Кстати, из-за таких предпочтений в пище барибалы, вообще и медведи Кермада в частности, развили в себе необычайную робость. Эти мишки скорее предпочтут убежать от опасности. Лишь мамаши с детьми и самцы в период любви способны доставить хлопот случайно встретившемуся голому обезьяну. Но случается это нечасто. Отчасти именно благодаря их пугливости европейцы узнали о существовании светлых медведей довольно поздно — в конце XIX века. Но главной причиной столь запоздалого обнаружения стали индейцы. Ни один из них не рассказал европейцам об этом медведи. Никто не принес его шкуру на продажу. Местные жители видят в них священных существ — медведей-призраков. По их поверьям, убийца призрачного мишки станет источником многочисленных кар, от которых не будет спасения. Поэтому этим белым барибальчикам очень повезло с индейцами. Если бы не они, европейские охотники и вовсю бы торговали шкурами так называемых белых медведей. Кстати, медведь Кермада очень общителен. Медведица издаёт низкие звуки, общаясь со своими детенышами. При ранении начинает стонать, а когда боится, прижимает уши и фыркает. Будучи рассерженным, зверь качает головой взад и вперед и рычит. Возможно, такая экспрессивность навела еще больше страха на голых индейских обезьян. Примерно в июне мама медведица ищет папу медведя. И вместе они делают и медведа детей, которые рождаются обычно через шесть месяцев. Маленькие барибалята весят примерно 300 грамм, но за время спячки умудряются вымахать аж 8-килограммовых детенышей. Естественно, благодаря сверхжирному маминому молоку в следующие полгода малыши будут неотрывно следовать за родительницей, гарантом спокойствия и стабильности в этом изменчивом мире. А как Вы думаете, почему часть черных медведей перекрасилась в белый? Ведь все не просто так. Зачем им это нужно? Напишите свои варианты в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok